307 миллионов рублей будет направлено в этом году на покупку квартир для омских сирот. Средства выделены из федерального и регионального бюджетов. При этом доля областной казны по сравнению с прошлым годом увеличена в два раза и составляет 130,5 миллионов. По данным Министерства имущественных отношений Омской области, с 2012 года жилье получили почти 1800 человек. Среди них оказался и Александр Канеев, воспитанник Крутинского детского дома. А вот его родного брата Олега, который тоже воспитывался в социальном учреждении, обеспечивать жильем отказались. Почему, знает Тахмена Тынысова. Вот наш дом. Правда, печка не работает. Холодно. Олег и Ирина в одежде даже спят. Греют коты, которых пара подобрала на улице. На другое жилье у молодых людей денег нет. Олег инвалид второй группы. Постоянную работу найти в поселке не получается. Парню 32 года и почти половину своей жизни он прожил в Таврическом доме-интернате для престарелых и инвалидов. После детдома, вместо того, чтобы дать молодому человеку квартиру, чиновники отправили Олега в геронтологический центр. Мать была пьяная. Всегда пила, пила. И поэтому выпивала. Ты в церковь ходил? Тоже туда уходил? Ну да, я в церковь ходил. Брата брал и в церковь. Меня с церкви забрали. Я знаю, что такое детдом. Хочу свою семью жить, детей рожать, работать. А в таких условиях я жить не могу. Когда мать Олега лишили родительских прав и его вместе с братом отправили в разные детские дома, то решением Кировского районного совета народных депутатов с детьми была закреплена квартира, в которой они жили. Поэтому, как пояснила администрация Кировского детского дома, в котором жил Олег, в очередь на жилье его не поставили. В итоге, после выпуска из детдома, ни старую квартиру, ни новую Олег не получил. Не получил и не знал, как это сделать. И до последнего момента никто из администрации даже и внимания не обращал на это решение исполкома о том, что по-хорошему на основании этого решения он должен иметь жилье. Оно должно быть сохранено. Если оно не сохранено, то в худшем случае его нужно было поставить на очередь. В проблеме сейчас разбираются полномочины по правам человека в Омской области. Он обратился в прокуратуру с требованием проверить, почему Олег остался без крыши над головой. Мы нашли дом, куда он должен был вернуться после детдома. Там теперь расположен корпус технического университета. Сменился адрес или произошла ошибка в документах, спустя десятилетия установить очень сложно. И это означает, что надеяться молодому человеку можно только на то, что его, как и других детдомовцев, включат в очередь на получение жилья. С опозданием почти на 14 лет. Тахмината Нысова и Александра Рябуха. Новости здесь, Омск.